Напряженная ситуация наблюдается не только с формой. В городах Казахстана ажиотаж с учебниками. Многочасовые очереди за книгами выстроились и в Караганды. Многим не хватает и целого дня, чтобы обеспечить своих детей необходимыми хрестоматиями. Почему из года в год ситуация с учебной литературой не меняется, расскажут наши региональные корреспонденты. Бабушка учеников первого и девятого классов Валентина Ильинская сегодня уже второй раз занимает очередь в книжный магазин. В перерывах бегает на работу. Когда магазин закрывают на обед, очередь не расходится. Но все равно женщина сомневается, что успеет сегодня купить заведный букварик для младшего внука. Старший два дня штурмовал магазин сам. Внук стоял, он к девяти пришел, он в час только отсюда ушел. Это первый день. На второй день он точно так же будет стоять. За одним учебником. Потому что в этот день, когда он стоял, один учебник был, второго не было. На второй день у второй учебник купил. По словам родителей, многие готовы были купить учебники в июне и июле, но их в магазинах не было. Привозить стали неделю назад. Эти восьмиклассники стоят в очереди уже второй день. Люди бы купили учебники в начале лета и были бы готовы к новому учебному году. Но и тем самым не надо было сейчас стоять и ждать. И не было бы таких очередей. Половины учебников, которые нам нужны, нет. Где учебники покупать непонятно. В других магазинах так же. В магазин запускают по одному. С камерой и вовсе доступ запрещен. Да и говорить с журналистами, продавцам и другим сотрудникам некогда. А с кольцами работаете? Семь. А завтра семь. Завтра же выходной. А с выходной мне работаем. По словам сотрудников городского отдела образования, такая ситуация повторяется каждый год, потому что не все родители в состоянии купить учебники заранее. Повезет ученикам вторых и девятых классов. В прошлом году книги для них полностью переиздавались, поэтому большая часть учебников им будет раздана из школьных библиотек. Мы сами практически ежедневно этот момент отслеживаем. В магазинах большого ажиотажа нет. Но всегда кто-то из родителей раньше купит, кто-то позже. Мы считаем, что идет обычная подготовка к новому учебному году. Отрицает ажиотаж и нехватку учебников и сам министр образования и науки. Аслан Царинджипов лично заверил, что все школьники страны в этом году будут обеспечены учебниками. Мы эти вопросы подняли и в области заверили, что все необходимые средства из местных бюджетов будут выделены. Поэтому в этом году вопросы по учебникам должны быть сняты. Где эти книги и почему тогда все школы раздают ученикам списки необходимой литературы на предстоящий учебный год, остается непонятным. А родители в очередях горько шутят. Мол, из окон столичных кабинетов очереди у книжных магазинов просто не видны. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Караганды.